Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться. Сегодня готовим очень классную штуку, которая полезна для иммунитета, особенно весной, когда не хватает витаминов. Это будет вот такая вот заготовка из лимона, корня имбиря и меда. Ее можно заливать кипятком и готовить из нее чай, или же добавлять вот эту штуку в уже заваренный чай, например, в зеленый или черный, так как вам больше нравится. Берем свежий корень имбиря и хорошенько промываем его под краном. Кожуру обычно я не снимаю. Если вы не любите имбирь с кожурой, то, конечно же, можете его очистить, но мне кажется, что это лишняя трата времени. Нарезаем корень имбиря на произвольные кусочки и берем лимон. Лимон тоже нужно очень хорошо помыть под кран, желательно со специальным средством для мытья овощей и фруктов, или хотя бы с хозяйственным мылом, ну или содой. Лимон нарезаем тоже на произвольные кусочки и тоже вместе с кожурой. Это мы делаем специально, потому что для нашей заготовки кожура, то есть цедра лимона, тоже понадобится. Попутно из лимона, конечно же, вынимаем косточки, они нам здесь ни к чему. Теперь складываем имбирь вместе с лимоном в блендер и измельчаем на максимальной скорости до состояния кашицы. У меня на это уходит обычно 30-50 секунд. Если у вас нет блендера, вы можете прокрутить все это делать через обычную мясорубку. Делайте так, как вам удобнее. Кстати, погружным блендером измельчить тоже можно. Вот такая вот красивая яркая желтая штука у нас получается. Теперь добавляем в нашу заготовку мед. У меня был обычный цветочный мед из магазина, но вы можете брать такой, какой больше любите. Мне кажется, будет классно с гречишным медом. Снова закрываем блендер крышкой и все это дело хорошенько перемешиваем. Примерно секунд 10 будет достаточно. Нам нужно, чтобы мед равномерно распределился по нашей заготовке. Мне очень нравится, как пахнет имбирь с медом и лимоном. Теперь берем стеклянную баночку с крышкой и перекладываем нашу заготовку в нее. В принципе, можно переложить и в пластиковую банку, почему и нет. Главное, чтобы крышка у банки хорошо закрывалась, и ее можно было бы поставить в холодильник. Такая заготовка хранится очень долго, несколько недель, и ее готовить очень просто. Мы просто накладываем, например, одну чайную ложку в чашку, заливаем все это кипятком или уже заваренным чаем, как вам больше нравится. Сахар уже можно не добавлять. Хоть мой муж не очень любит имбирь, как он говорит, но чай с этой штукой пьет с удовольствием. Я завариваю ему всегда с собой в термокружку. Уверена, что рецепт вам тоже пригодится, очень понравится. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok